Ухажаемый Александр Иванович, уважаемые коллеги, есть две причины, по которым мы хотели сегодня поговорить на тему лечения больных сочетанием артериальной гипертензии и БС. Первая, это то, что это личная ситуация, она, наверное, одна из наиболее часто встречающихся в практике и кардиологовой терапии. Вторая, гораздо более важная причина, это то, что сегодня мы понимаем, что больных в различных клинических ситуациях надо рассматривать отдельно и рассматривать отдельную гипертензию и разрабатывать подходы к введению таких больных. И если мы говорим о больных с ишемическим сочетанием больных, если мы говорим об лечении больных сочетанием артериальной гипертензии и БС, то мы понимаем, что есть по крайней мере три разные клинические ситуации. Это сочетание артериальной гипертензии с бессимптомным атеросклерозом, то, что у нас обычно проходит под диагнозом ИБС, атеракторический кардиосклероз. Другая ситуация, если есть больной с артериальной гипертензией и стабильной стенокардии. И третья, если больной артериальной гипертензией и ишемической болезни сердца, который перенес инфаркт миокарда. Если целесообразность и необходимость назначения аспирина больным со стабильной стенокардией и больным перенесшим инфаркт миокарда не вызывает на сегодня никаких сомнений, то возникает вопрос, нужно ли назначать аспирин больному с эшелическим болезнью сердца с бессимптомным атеросклерозом, не то, что мы пишем диагнозе атеросклероза. Попытка дать ответ на этот вопрос была дана в крупном метаанализе, который будет опубликован в ближайшем номере археев внутренней медицины. Это метаанализ 9 крупных исследований через 100 тысяч больных, и в этом анализе, анализируя соотношение пользы назначения аспирина больным с бессимптомным атеросклерозом и риск тяжелых кровотечений. Оказалось, что у таких больных риск тяжелых кровотечений в полтора раза превышает пользу на назначение аспирина. И авторы этого анализа предлагают такие больные с бессимптомным атеросклерозом, прежде чем назначить аспирин, провести анализ индивидуального речка. Как это делается, мы все хорошо знаем, есть хорошо разработанные таблицы оценки индивидуального риска кровотечения. Такого больного вначале можно оценить риск кровотечения, а потом, если этот риск высокий, очень хорошо подумать, давайте о таком больном аспирине. В отличие от аспирина, статины одинаково эффективны в больных как в бессимптомных альтеросклерозах, так и в больных со стабильностью на кардии и в больных, принесших инфаркт лиокарда. Однако в течение последнего года произошли достаточно существенные изменения, если не в практике врачей, но еще пока, то по крайней мере в рекомендациях, как вести таких пациентов. И вот эти изменения были обусловлены неудовлетворенностью кардиологии и результатами, которые были получены от назначения статина. Несмотря на то, что статины сделали, наверное, самый серьезный прорыв в снижении кардиоваскулярной смертности, больных, которые получают сегодня стандартные дозы статином, не удается предотвратить примерно 70% кардиоваскулярной смертности. Естественно, заготовество полоса. Это хорошая иллюстрация, это классическое исследование 4С, которое, собственно, и сделало серьезный прорыв в лечении больных с ишемической болезнью сердца со стабильностью на кардии. В этом исследовании назначение статина в дозе 40 мг привело к снижению количества кардиоваскулярных событий с 5,8 до 3,8. Это очень существенное снижение. Тем не менее, при уровне 2-3% в год риск оценивается как высокий. Соответственно, больные, получающие на сегодня 40 г сима статина, остаются больными очень высокого кардиоваскулярного риска. Естественно, задались вопросом, можно ли улучшить эту ситуацию при более интенсивном снижении уровня левопротеинной низкой плотности, который, как вы знаете, является 40-гарным маркером для оценки эффективности статинотерапии. Был проведен метаанализ всех крупных исследований с применением статина и сравнивались в эффект от стандартной терапии и более интенсивного снижения левопротеинной низкой плотности. Оказалось, что такое снижение дает существенное дополнительное уменьшение этого остаточного кардиоваскулярного риска. И на основании этого метаанализа в прошлом году появились новые рекомендации по введению больных по коррекции виски педемии. И вот эти больные с феррифицированной ПС, больные со стабилизацией на корне или перенесший инфаркт миокарда, у них целевой уровень его протеинов низкой плотности 1,8. Те, кто лечит больных таких, знают, что такого уровня добиться не так просто. И гораздо проще написать рекомендации. Причем, обратите внимание, что автору этих рекомендаций необходимость такой терапии, целесообразность, не вызывает никаких сомнений. И так же, как и доказанность, так же не вызывает никаких сомнений. То есть это нужно делать. Как и каким образом достичь такого уровня липопротеиновой низкой плотности? И тот же метаанализ, на основании которого написаны эти рекомендации, он и дает ответ, в каких ситуациях достигался такой уровень липопротеиновой низкой плотности. Первое, комбинация с тахином, с другими гиполикотеническими препаратами. Симвастатин в дозе 80 мг, аторвастатин в дозе 80 мг, или розовый статин в дозе 20 мг до 90% больных и примерно 10% требует назначения 40 мг аторвастатина. Возникает следующий вопрос, насколько безопасна такая терапия такими высокими дозами статина. В частности, симвастатин в 80, аторвастатин в 80, аторвастатин в 80, аторвастатин в 20 мг, это средняя терапевтическая доза. Проверили это еще в одном крупном метаанализе, где сравнивали вот эту терапию розового статина, аторвастатин в 80, аторвастатин в 80 и аторвастатин в 40 мг. Оказалось, с одной стороны, что комбинация снижала уровень липопротеиновой низкой плотности розового статин, но в этом метаанализе самый главный вывод был о том, что аторвастатин в дозе 80 мг не может применяться в клинической практике из-за высокого риска миопатии. После публикации этого метаанализа, вы, наверное, знаете о том, что в Удендрах Американские и в европейских странах в партнете запретили применение симвастатина в 20, аторвастатин в 80 мг. Аторвастатин в 80 мг может применяться по рекомендациям только в специализированных клиниках, которые занимаются лечением песни публики. Фактически на сегодня вот этих целей терапии, которые ставят рекомендации в европейском обществе кардиона, мы можем безопасно добиваться путем назначения розового статина в дозе 20 мг. Безопасность розового статина в такой дозе, она включалась в достаточно крупном исследовании, почти 18 тысяч больных, половина из которых получали розового статина 20, половина получали плацета. И количество побочных эффектов было абсолютно синавидным, что в группе больных, получавших розового статина 20 мг. И сегодня мы понимаем, что проблема безопасности статина, это не проблема конкретного препарата, а проблема дозирового. Все статины в низких или средних терапевтических дозах достаточно безопасны, а повышение дозирового, в ней высокий доз, как правило, сопровождается существенным увеличением побочных эффектов. Поэтому есть общая сегодня тенденция, и эту тенденцию вы видите, наверное, и сегодня в Украине, появление различных препаратов розового статина, в частности, розового статина, генетического розового статина, под торговым названием розового статина, ценафида у них розового статина. Это отражение общей тенденции, которая сегодня происходит в лечении таких пациентов. Следующая группа препаратов, которые назначают, это антипретензивные, не антигенальные препараты, которые показаны таким пациентам. Что нам рекомендуют европейские рекомендации для лечения таких пациентов? Они рекомендуют применение антагонистов кальция и лимитера АПФ. Эти рекомендации были написаны в 2007 году, то есть 5 лет назад. Тогда еще не было достаточно большого количества информации в отношении эффективности различных препаратов, вот этих больных. Вот что мы знаем сегодня. В прошлом году был опубликован метаанализ всех известных на сегодня исследований. Это 31 исследование, где сравнивались различные антигензивные препараты. Между собой, как они влияют на вот этот общепризнанный маркер бессимптомного атеросклероза, толщину комплекса и тимомедия сонных артерий. И оказалось, антагонисты кальция на 63% лучше, чем у лимитера АПФ. С артанами 58% лучше, чем бета-дреноблокаторы. По данным этого анализа, лимитера АПФ и бета-блокаторы были лучше, чем диуретики, но их эффект не отличался от эффекта плацебы. И вот посмотрите, какой будет результат, если больной будет получать комбинацию бета-блокатора, с ингибитора АПФ, как часто получают у нас эти пациенты. Или комбинацию с артана с антагонистом кальция. И, исходя из рекомендаций, дополнений к рекомендациям Европейского общества кардиола по лечению пациентов высокого кардиовосклероза и артериальной аттензии, таким больным комбинация с артана, лозапок, с амблодипином, агеном, по всей видимости, будет наиболее эффективно влиять на процессы атерогенеза и развитие атеросклероза. Следующий вопрос, какой должен быть уровень оптимальный у больных со стабильной атеросклерозом? Если больной с бессимптомной атеросклерозом, понимаешь, чем ниже, тем лучше. Если же это стабильная атеросклероза, то, по мнению европейских экспертов, чрезмерное снижение диастолического давления опасно у таких пациентов. При снижении диастолического давления ниже 70, при наличии атеросклероза нарушается коронарная перфузия, начинает увеличиваться количество инфарктов, миокарда и коронарная смертность. Поэтому у таких больных мы ограничены в уровне 70 и оптимальное давление 130-140-80, и 90-х, когда у больного есть уже стабильная стабильная стенокардия. Увеличение количества инфарктов и кардиальной смертности было показано, по крайней мере, в 6 группах исследований, причем уже достаточно давно. Первое – это классическое исследование ШИП, которое было опубликовано еще 20 лет назад. Следующий вопрос, что давать какому больному, когда есть сочетание артериальной интертензии и стабильной стенокардии. Вот что пишут рекомендации. Бета-дреноблокаторы, антагинисты, кальция. Если вносить внимательно почитать эти рекомендации, то при этом авторы их ссылаются на 2 исследования, проведенные в 80-х годах, с бета-блокаторами у больных с инфарктом миокарда. Можно ли экстраполировать и переносить данные, которые получены у больных с инфарктом миокарда, на больных со стабильной стенокардии? Сегодня мы знаем, что этого делать нельзя. Это данные, худейшие на сегодня мета-анализы, в которых причем 147 исследований больных с артериальной интертензией и почти миллион больных, которые лечились не менее 2 лет. И оказалось, что если больной переносил инфаркт миокарда, то бета-блокаторы действительно были в 2 раза более эффективны, чем любые другие классы антиипертензивных препаратов. И у этих больных бета-блокаторов действительно препараты абсолютного первого года. Если же больной не переносил инфаркт миокарда, либо переносил инфаркт более чем за 2 года до назначения препаратов, то у таких больных бета-блокаторов были даже несколько менее эффективны, чем другие классы антиипертензивных препаратов. И то же самое, как и в делах специально спланированное исследование, в котором изучалось влияние различных рекомендованных видов терапии, больных со стабильной стенокардии на выживаемость в течение 5 лет. И оказалось, что наиболее эффективно влияли на выживаемость больных со стабильной стенокардии антитрабоцитарный препарат и статин. Высокоэффективным оказалось стендирование хирургического восстановления кровотока. Также достоверно улучшают прогноз блокаторы единотензиновой системы и антагонисты кальция, а бета-дреноблокаторы вообще не повлияли на смертность. Поэтому у таких больных со стабильной стенокардии, если они не переносили инфаркт, то сегодня мы понимаем, что предпочтение стоит отдать не бета-дреноблокаторам, а антагонистам кальция. В частности, было проведено целый ряд исследований с применением англодипина. Это первое классическое исследование, в котором сравнивались три режима терапии с шимической болезнью сердца со стабильной стенокардией. Это терапия англодипином, терапия аналаприлом и терапия плацеда. И в этом исследовании терапия аналаприлом и плацеда не отличались по эффективности, а англодипин очень существенно уменьшил количество кардиоваскулярных событий и кардиоваскулярную смену. Следующая группа препаратов, которая рекомендована таким больным, это блокаторы единотензиновой системы. Эта рекомендация появилась после публикации очень известного исследования, в котором англодипин был эффективно уменьшал и кардиоваскулярную сменусть, и количество инфарктов, и количество инсультов. практически в то же время были опубликованы еще одно исследование с применением бериндоприла который не повлиял ни на общую кардиосмолиарную смеркость, ни на количество инсультов и уменьшил количество инфарктов, миокатров и еще два исследования с аналоприлом и тракталоприлом, в которых и аналоприл, и тракталоприл не отличались по эффективности от 2С и это же исследование с аналоприлом, потом еще один важный вопрос который нам хорошо известен это взаимодействие ангибитор АПС гистероидными противовоспалительными препаратами то, что не нужно давать ангибитору АПФ с диаглофен аккумулятсикомом но мы знаем хорошо вопрос о том, взаимодействует ли они с аспирином и мы хорошо знаем, что гистероидные противовоспалительные препараты в том числе и аспирин по активному illance ангибитора АПФ вопрос о том, взаимодействует ли аспирин с ангибитором АПФ очень долго дискутировался И вот что пишет по этому поводу академик Чазова Евгений Иванович, с той очень хорошей книги, рациональная фармакотерапия, сердечистое заболевание. Потом он пишет о том, что на существовании неблагоприятного взаимодействия аспирина и дебитров АПМ указывает именно то исследование с рамеприлом, в котором единственные эти дебитеры были высокоэффективны. Больные, получавшие аспирин вместе с рамеприлом, у них исходы были достойно хуже, чем у тех больных, которые получали рамеприл без аспирина. Долгое время шла дискуссия, что делать с этими больными и назначать весь совместный аспирин и дебитров АПМ, эта дискуссия на сегодня сошла, но нет по одной простой причине. Потому что на сегодня появились сортаны, которые не взаимодействуют ни со аспирином, ни с другими истероидными противоспоритными препаратами. И позволяют спокойно, не особо задумываясь об этих лекарственных взаимодействиях, назначать эти очень важные два класса препаратов. Это первое небольшое следование, которое было тогда приемлемо, когда даже 10 лет назад опубликовано, больным в базисной терапии добавили сортаны, получили очень хорошее снижение кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. После этого был опубликован целый ряд крупных исследований, последний из них таки от Ахарстадии, опубликован на последнем номере американского кардиологического журнала. И оно показало, что добавление сортана в базисной терапии больному сошемической болезнью сердца привело к снижению количества кардиоваскулярных событий и смертности на 38%. Кроме того, были проведены исследования по прямому сравнению ингибитора АПФ и сортановы больных сошемической болезнью сердца. Они все дали один и тот же результат, поэтому я показываю вам только одно исследование. Количество кардиоваскулярных событий было одинаково на фоне терапии и сортанами ингибиторами, но количество новых случаев сахарного диабета и количество пробочных эффектов было в два раза меньше на фоне приема сортана. Поэтому на сегодня накоплена достаточно большая доказательная база группных стандаризированных исследований об эффективности сортана у больных СБС и мы можем достаточно широко их использовать в клинической практике. В частности, тот же флозап, который на горе часто применяется в Украине на сегодня, влияет на все основные механизмы совместного развития артериальной протензии и ишемической болезни сердца. При этом это единственный препарат, который повышает увеличение мочеводистой плазмы и снижает уровень мочевой кислоты за счет, особенно у больных с бессимптомной гиперурликемии. Насколько это важно для больных с ишемической болезнью сердца, показало очень уважаемое исследование МОНИКа, которое ведется уже много лет у больных с ишемической болезнью сердца. Оказалось, что если у больного с ишемической болезнью сердца есть бессимптомная гиперурликемия, то риск смерти за счет кардиоваскулярной увеличивается в полтора раза. И буквально в прошлом месяце эксперты Европейского общества кардиологов впервые высказали свое отношение к этой ситуации бессимптомной гиперурликемии у кардиологических больных. Вот что они описали. Антигипертензивные препараты могут по-разному влиять на обмен ночеводистой. У таких больных они рекомендуют применение лазертана и антакмистов кальций. То есть если у такого больного есть бессимптомная 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 гиперурликемия, есть повышение уровня ночеводистой плазмы, ему надо давать комбинацию лазертана с антранистом и кальций. Такая комбинация обладает взаимопотенцирующим влиянием не только на основные патогенетические механизмы, но и уменьшает количество побочных эффектов при приеме амлодипина. Они пересекаются на уровне механизма действия, на уровне микроцентраторного русла, за счет этого уменьшается количество отеков, которые наблюдаются при приеме амлодипина. И на самом деле под эту клиническую ситуацию, сочетание артериальной гипертенции и стабильность анокардии, все крупные исследования, которые проводились на сегодня, проводились только с одной комбинацией. Это комбинация различных сортанов с амлодипином. И вот по одной простой причине, потому что именно там лечат во всем мире сейчас в этих больницах. И такая комбинация сортана с амлодипином, это действительно мероприятие на сегодня широко применяемая комбинация в лечении больных со стабильностью анокардии. Ситуация клинического больного радикально меняется, как он приносит инфаркт лиокарда. Вот там уже, наверное, не место антарониста украинца, там уже, там абсолютным препаратом для выбора является бета-атреналлапатор. Спасибо.